Мороза для Ярослава Максимова третье соревнование. Он пришел в секцию бокса всего три месяца назад, но уже успел завоевать две медали на городских состязаниях. Этому виду спорта Ярослав уделяет все свободное время. Тренируется в зале, а потом с папой дома отрабатывает удары. Бокс, уверен мальчик, спорт для настоящих мужчин. Мне он нравится, потому что когда на тебя кто-то нападает, можно и так защищаться так же. В школе со мной такое было два раза. Ярослав должен был выйти на ринг в первом бое, но в планы организаторов вмешался сказочный персонаж. Мишка украл подарки и без поединка с Дедом Морозом возвращать их не соглашался. Но главный герой новогодних праздников справился с нарушителем порядка и без боя. Мишка, обед не подарок, не по хорошему. Кто будет по-плохому? Так просто победить соперника больше никому не удалось. Все спортсмены были настроены на борьбу. На ринг вышли боксеры в возрасте от 7 лет. У каждой группы свой регламент проведения соревнований. Самым маленьким предстояло провести три боя по минуте. В желании победить малыши ничем не уступали более опытным спортсменам. В турнире на прижи Деда Мороза участвовали 36 спортсменов. Но в секциях бокса занимается гораздо больше детей. У нас 5, 6, 7 мальчишек, 10 мальчишек не попали. Просто у них нету их весовых категорий. Вот он мечтал целую неделю, что вот он будет сейчас боксировать. А его соперник заболел, не пришел. Мы делали детскую спортивную школу и фоколесного турнир. То есть чисто своими не приглашали никого. Из-за этого ребят не хватилось. А душа, конечно, радуется, что они есть, что в боксе есть, что есть движение. Радость переполняла всех, кто в этот раз смог завоевать медаль. Заслуженные награды победителям вручал Дед Мороз. Бой был чужой. Мне не удалось то, что он меня за голову не хватило. А получилось у меня на него находить. На праздничном турнире Андрей Кузнецов завоевал третью свою медаль. Их будет больше, уверен мальчик. В планах начинающего спортсмена стать профессиональным боксером. Благо, примеров для подражания в Заречном много. Для нас, для боксеров, этот год в городе Заречном вообще класс. У нас появились победители Европы, России. Но самое главное, у нас появилось огромное количество малышей. То, что мы сейчас и видим. Это те дети, которые делают первые шаги своим в боксе. Те, кто в этот раз не очень удачно выступил на ринге, не расстроились. Впереди у них будет еще много соревнований. И заветные медали они обязательно завоюют. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».